всем привет меня зовут алексей соболев и сейчас мы будем делать полный обзор трасс шерегеши а также я расскажу как сюда лучше добраться где здесь можно покушать где можно поразвлекаться где лучше всего жить и многое другое будет очень интересно и полезно погнали сейчас быстро расскажу про подъемники которые есть шерегеши а также цены на них здесь пять компаний у которых есть свои подъемники первая самая большая это каскад мы сейчас находимся на горе зеленый вот все что вы увидите сзади это все подъемники каскада и в той стороне это сектор а сектор б это подъемники каскада также есть фристайл это один-единственный подъемник и кей сатана находится он вон там идет параллельно олимпии также поднимает наверх есть также подъемники skyway и панорама находится чуть сбоку и есть сектор е там подъемник уже на другой стороне горы и еще вот подъемник над нами это гондольный подъемник насколько я помню это вообще совершенно другая контора не помню как она называется если что поправьте меня в комментариях так мы приземлились на подъемник олимпия параллельно подъемник олимпия идет подъемник фристайл сильные морозы сильные ветра неважно извержение вулкана будет подъемник фристайл будет работать именно поэтому у него есть прозвище сатана это фристайл и вон там томский лес там как раз таки интересные места для фрирайда есть вот это место называется лоб очень очень сильный уклон и здесь на самом деле новичкам не место трассы идеально отротрачены хочется сказать что шерегеш славится тем что здесь минимум искусственного оснижения снег хрустящий ну невероятный просто я бы даже так сказал мы поднялись наверх горы зеленой здесь есть два основных направления чтобы спуститься вниз это по лбу еще трассы уходит одна в ту сторону также за мной ребята на снегоходах которые могут увезти вас на крест вон вдалеке наверху маленький крестик могут на верблюда увезти могут там тельбес увезти куда хотите про это чуть позже а также отсюда мы можем перейти на другую сторону горы это называется у нас уже сектор е также там панорама находится подъемник ну и сейчас поедем по лбу посмотрим как здесь обстановочка уклон просто дичайший на самом деле если снег выйдут тут ехать невозможно а сегодня в целом он прекрасен потому что с ночи подсыпало ехать сложно надо вкатываться прикатываться чтобы сюда лезть это мой первый спуск мне тяжеловато но очень неплохо смотрите рассвет и серегеш это что-то уникальное я просто кайфую крутяк очень большой и он занимает больше половины трассы так что если вы залезли сюда ну готовьтесь друзья потому что придется поработать хорошо стартуем дальше подъезжаем в середине горы здесь уже идет выполаживание это сущий кайф это невероятно широкая подготовленная хрустящая трасса народу почему-то совсем мало здесь мы находимся уже практически в самом конце горы тут также есть гондольный подъемник который может вас докинуть вот прям до этой новичковской трассы он там начинается и прям вы по ней можете кататься 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 получается здесь также подъемник елена который ходит до верха и отсюда идет подъемник доллар мы сейчас поднимемся на подъемники елена и проинспектируем еще боковые трассы которые есть на секторе а основные мы едем на подъемники елена мы также смотрим вон туда и там получается между еленой и между подъемником доллар а место под названием курума там обычно катаются ребята во фрирайде это место не для новичков потому что там такой густой лес там есть камни с которых надо прыгать и же рядом с подъемником елена вот есть маленький лесочек здесь тоже классный фрирайд можно кайфануть даже вставим сюда видосики как мы там отжигали вот мы выехали на еще одну трассу который идет с лба это трассы сектора а просто посмотрите насколько она комфортная для каких-то карвинговых поворотов для трюков во флэту для укладочек то есть настолько приятнейшая трасса я честно говоря даже не ожидал что такое есть шире геши потому что на этой трассе я появляюсь очень редко но вас ждет сюрприз не зря эта трасса настолько пологая в начале потому что гора то у нас высокая значит скоро будет лютый перепад высот и нам нужно будет спускаться по очень сильному уклону еще одна укладочка был все тут уже такой уклон начинается что мы даже не видим что там за перегибом просто я надеюсь вам нравится выпуск он полезный четкий емкий я надеюсь он отвечает на все ваши вопросы я также хочу порекомендовать другой канал моих корешей которые делают не менее полезный контент youtube канал кант ребята делают новостной дайджест сноубордических горнолыжных новостей они рассказывают когда что открываются когда закрываются курорты какие-то новости тесты досок какие-то обзоры то есть много куча полезной информации вот любую новость в горнолыжной индустрии которую вы где-то найдете вы можете увидеть у них а также комментарии от профессионалов вот это самое важное я сам смотрю их дайджест и вам советую просто загляденье удовольствие ламповая атмосфера у меня также есть свой личный промокод магазин кант высветится вот здесь забирайте используйте дает до 20 процентов скидочки ссылочка на канал ребят внизу в описании этого видео ну а мы продолжаем запорошили пацана немного не специально вроде так мощно двигался а потом решил прилечь отдохнуть у Субтитры сделал DimaTorzok Давайте будем откровенными Склон находится под углом Мне очень приятно ехать здесь Такой не супер популярный маршрут Сюда люди попадают Просто потому что попадают случайно Все, мы выезжаем с вами К подъемнику Елена И к подъемнику Доллар На котором мы сейчас будем подниматься наверх Привет! О, красава, смотри С масочками одинаковыми Наша маска, ребята Заказывайте маску, ссылка в описании Сзади Доллар Это Елена, там Олимпия Сейчас будем подниматься на Долларе Пытаемся ворваться на Доллар Но что-то тут к 11 утра народу подприбавилось Мы сейчас едем на подъемнике Доллар По сути трассу, которую мы видим сейчас Это трасса, на которую можно выехать С подъемника Булочка Фрирайд маршруты То есть здесь находится Курма Здесь постоянно все катают фрирайд Если вы ни разу не катали фрирайд Если вы или не умеете Либо вы новички, среднячки, неважно Конечно же, лучше брать гида Который покажет вам маршруты Технику безопасности и так далее Потому что здесь даже в этих Курмах Есть такие места, в которых мы не можем проехать То есть там обрывы, камни Лучше туда не ссуваться Если вы не знаете, не умеете катать С другой стороны у нас получаются подъемники Булочка, Мустак и Восток То есть три основных подъемника Находимся наверху В первой половине дня Идеальное место для катания Потому что здесь открываются красивые виды Трассу еще не разбили Хотя народу наверху много Сейчас поедем, посмотрим, как тут обстоят дела Трасса не широкая Довольно узкая Вот Видите? Трасса идет как бы кулуарчиком Девчонки сидят посередине Девчонки лучше посередине сидеть Зато посмотрите, какая красота невероятная вообще Просто великолепно Вот мы и подобрались к развилке Которая нас может увезти на другую сторону Здесь творится какой-то трэш Все в каких-то буераках Ну и новичкам угол сильно большой И мы уже подъезжаем туда к булочке И там уже подъемник Мустак Остатки фрирайда Субтитры сделал DimaTorzok мы находимся рядом с муслагом рядом с булочкой и вот это место где готовят лучший глинтвейн который я пробовал своей жизни мужик его вроде зовут ваня он прям в лесу варит этот глинтвейн посмотрите какая там очередь ну это просто шедевр если вы будете в серегеше обязательно сюда придите вот сюда приезжает подъемник булочка очень широкая трасса кайфовая можно из булочки сюда попасть и получается с доллара смотрите какой кайф я могу сказать это просто супер для участия для обучения великолепно и мы опять приезжаем к доллару вот по прямой если ехать летс гоу что можно сказать про трассу с подъемника доллар верхушечка она создана для красоты чтобы посмотреть кайфануть чаечка выпить например наверху а середина непонятно что это за бурелом вообще был как только доезжаем до булочки там сказочно широкая пологая классная трасса для обучения начинается вот такая история у нас по доллару сейчас еще раз сделаем спуск по доллару но с другой стороны посмотрим как там обстоят дела опять поднялись на долларе и сейчас едем в другую сторону трасса узкая время 12 утра примерно уже подубили и и но здесь уже начинается пошире трасса с доллара пересекается с трассой мустага вот здесь пересечения мы видим трассу которая идет прямо к булочке довольно предсказуемая народу плотно что устал кармить ради а венге камешки вообще за забористые определенно лайк давай еще проверим но это просто интереснее чем ехать по трассе трасса уже чуть под разбитого посмотри какая очередь на мустаге а посмотри какая очередь на глиндвейне а мы сейчас находимся у выхода с булочки у захода на мустаг предлагаю съехать по трассе которая идет в другую сторону от булочки подняться на булочки и поехать на мустаг едем булочки прекрасные две трассы рядом вот вокруг булочки с одной и с другой стороны идут широкие идеально посмотрите альпы сибирские елочки все в и и и и и и и и и видите сколько много народов обучение проходит полным ходом но здесь надо аккуратно новичков чтобы это не прессовать всех базовые повороты учат а вот она булочка сейчас расскажу где можно вкусно поесть когда вы катаетесь на горе или вечерком пойти в ресторан а также где можно потусить и так когда вы на горе у нас есть кайфовые места рукс и грелка находится внизу горы также вроде ресторан зубр там же был пару раз неплохо мой любимующий ресторан коричал который находится наверху и всем советую там попробовать тартар и пельмени из краба найс вот он находится тут что касается покушать вечером переодеться помыться и уже с комфортом в ресторане посидеть коричал сто процентов поднимают вечером на ратраках наверх и там можно поужинать второе это альпин клуб 3 это отель горный все очень прилично если вы находитесь в поселке то там могу порекомендовать вау апартс если вы хотите потусить то барчик рукс мой фейворит также бар грелка очень весело диджеи иногда живая музычка ну и могу посоветовать клуб бункер также есть пару барчиков маленьких рядом с айсом напойка и клевер хорошие такие локальные местечки прикольные кайфовые советую туда заглянуть мы сейчас едем на булочке когда выпадает много снега в принципе здесь под опорами прям можно раскатывать хорошие маршрутики во фрирайде они не супер сложные целом для новичков сойдет для новичков среднячков поднимаемся на мустаге здесь вот честно говоря можно искатывать во фрирайде все конечно если мы едем с самого верху то под под подъемником там широкие поля у нас получается сейчас подъемник мустаг и остается еще один подъемник восток также есть подъемник запад но мы его будем проезжать он там рядышком находится до середины горы катается когда начинать сезон шерегеша вообще середины ноября обычно открытие но сейчас у нас дата 10 декабря и было всего два более менее неплохих снегопада фрирайда к сожалению не так много как хотелось бы а бывает что уже в конце ноября такой перепаудер по два метра вываливает да вываливает люди не могут открыть просто ну двери из домов бы что просто заваливает снегом но единственный минус шерегеша это конечно очень сильные минуса вчера было минус 20 на горе это невозможно я не пошел кататься также для более опытных райдеров шерегеш может показаться не очень интересным с точки зрения рельефа здесь много положеника то есть мало крутых уклонов ну по сравнению с тем же сочи ну и в принципе курорт работает до апреля то есть в начале апреля здесь проходит грелка фест знаменитый где все в купальниках прыгают бегают катаются судя по тому какая красота здесь шерегеша здесь в любом месте фотозону можно устраивать хорошо что здесь бесплатно это так мы поднялись на мустаге здесь две трассы сходим налево сходим направо мы сейчас поехали вот сюда налево посмотрим что здесь потом еще раз поднимемся спустимся в другую сторону узкая трасса красота зато смотрите какая невероятная ну это меня не заводит я вам честно говорю от слова совсем не заводит трассы но если так вот сползти что-нибудь ручки погладить снег на фото на видео замечательно вот так на каруа да вот так вот мы ползем все вместе это наш осознанный выбор но она реально кривая и не такая уж и широкая камни по бокам мы вам показали эту трассу а мы вот сами поедем вот здесь вот немножечко по лесу вы же не против у нас получается слева трасса но мы заехали немножечко во фрирайд мишка конечно давай на трассу мы проехали вот эту неприятную к это часть какая-то воронка получается но как ты тут будешь комфортом ехать я не понимаю никакого желания нет вот тут вроде что-то выравнивается все мы выехали на трассу пересечение трасс из доллара вот мы выехали мы уже здесь катались вот то что сейчас было это просто ужас максимум это надо использовать подняться наверх сфотаться и фрирайдик катнуть ну а я предлагаю по нашим уже излюбленным камешком бомбануть спустились мы по одной трассе с мустага выводы неутешительные максимум можно подняться наверх там пофотографироваться и съехать по фрирайду трасса вообще абсолютно не вызывает никакого интереса сейчас попробуем вторую трассу мустага обкатать мне кажется она намного лучше она интереснее она длиннее и нету таких сильных уклонов погнали оказывается эта трасса соединяется с трассой которая есть на подъемнике восток то есть нам даже не надо будет сегодня подниматься на подъемнике восток чтобы понять что там за трасса но выглядит она великолепно вот пока мы поднимались я ее видел так что сейчас посмотрим заключительные трассы сектора б которые новые которые открыли совсем недавно но я говорю про подъемник восток и вот мы ушли на другую трассу с мустага она тоже не широкая тоже полукривая зато не такой сильный уклон и виды ты едешь кайфуешь особенно если в регуляре ты едешь то можно ехать и балдеть ох красота особо сильно тебя не разгоняет но здесь вот чистый кайф вот чтобы просто расслабиться насладиться но эти новички тоже сложно она кривая немножечко попробуем ускориться даже есть выполаживание красивые деревья которые уже обледенели интересно интересно ой 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 камни камни очень очень было опасно камни прям на середине да я знаю почему так произошло ну камера на камера на шлеме она перевесила все тут тут гадалки не ходи все понятно здесь кстати подъемник восток с подъемника восток две трассы разветвления вон трасса левая это востока а это трасса с мустага ну и на эту трассу с востока тоже можно попасть сейчас проедем по ней да народу но трасса мне нравится действительно если бы она была отратрачена вот да народу конечно плотников едут познакомых но в целом комфортно прикольно можно вот поворотики делать трасса опять меняется наклон я вижу вылет ух ха 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 чуть-чуть произошло чуть ли не произошло столкновение все мы уже выезжаем опять к мустагу и сейчас будем спускаться к подъемнику восточный восток точнее оба оба смотри по фрирайзе ждет жгучий перец фрирайдер а здесь уже народ начинает скапливаться воронка сужается кто-то пьяный лежит валяется вот подъемник запад чтобы спуститься к востоку нам нужно просто налево уйти и все что ж такая трасса свод отсюда уже видно вот можно по прямой до востока либо чуть-чуть он там ну давайте по прямой вот здесь проедем довольно предсказуемый вау а здесь великолепно великолепное пространство которое открывается перед нами подъемник запад вот там подъемник восток вот на подъемнике запад вы можете балдеть вот здесь как вау вау а вау 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 трасса великолепная шикарная вот здесь еще есть трава латор у ребят тоже шикардос для новичков не падаешь не паришься встал доехал учишь повороты сюда не попасть пешком сектора то есть либо на сноуборде на лыжах проехать через подъемники либо вот отдельная парковка сюда на машине надо отдельно приезжать соответственно и уехать отсюда либо сюда такси вызывать на сектор а ну или в поселок либо ехать наверх на подъемники и уходить уже на сектора то есть не такая же простая здесь схема чтобы сюда выбраться но сейчас идем на подъемник восток поднялись на подъемнике восток для фрирайда здесь есть довольно предсказуемые маршруты прям под подъемником если сразу же выйти с подъемника направо там вот когда поднимаешься даже видно такие прям проспекты для проезда во фрирайде который просто сразу же искатали там просто бетон сейчас очевидные маршруты сказывают в первую очередь но в любом случае имейте ввиду направо трассы уходит которая была с мустаго мы на ней уже прокатились а вот сюда налево как раз очень интересная трасса прям такой средний сочный уклон здесь можно как и новичкам что-то тренировать ребята со средним уровнем могут прям так классно совершенствовать катание как и новичкам а мне кажется мы сейчас можем подвести итоги по сектору а и б самая красивая . это конечно же мустаг вершина горы один спуск мустага направо который уходит создан для того чтобы ехали и наслаждались красотой шерегеша что касается трасс для новичков это конечно же булочка подъемник булочка трассы слева справа волшебство сок великолепно если мы говорим про трассу на подъемнике восток который ближе к нему мне очень понравилось если бы она была отротрачена есть мы здесь были с утра это было бы просто супер гуд лоб идеальная трасса для того чтобы оттачивать профессиональные кита повороты слаломные такой жесткий карвинг то есть для опытных ребят действительно лоб прекрасен особенно с утра когда он отротрачен вот примерно такое резюме по сектору а и б а сейчас мы с вами будем передвигаться в сторону панорамы потому что на панораме и на секторе и самые восхитительные закаты в шерегеше и так мы находимся на панораме здесь есть несколько маршрутов они идут параллельно друг другу как полукруги вот так вот как будто моя рука потом еще одна рука и еще одна рука все спуски находятся вон там едем проверять поднимаемся на подъемнике панорама здесь есть как кресельные так и гондольные прямо под подъемником рядом с ним когда выпадает много снега вот эти поляночки очень вкусные сладкие для того чтобы здесь покататься во фрирайзе но сейчас как мы можем видеть снег выдуло уже все раскатали так что можно подключить воображение и представить как здесь может быть прекрасно спрыгнули с подъемника панорама и здесь уже сразу же есть трасса которая идет на сектор е панорама здесь сектор е здесь сейчас поедем по трассе панорамы и протестируем ее там даже зацепим трассы сектора е блин какая же красота просто неописуемые вообще эти облака я тащусь но это просто вообще сумасшествие какое-то самый частый вопрос как добраться до шерегеша у нас есть два аэропорта близлежащих в новокузнецке либо в новосибирске новокузнецк ближе к шерегешу новосиб дальше если прилетаете в новокузнецк то оттуда ехать примерно три часа но либо на такси либо на автобусе либо трансфер какой-то организуете если прилетаете в новосибирск то идеальный вариант сесть на автобус там есть несколько контор которые занимаются перевозками и вас привезут в шерегеш ехать на автобусе примерно 8 часов 8-10 часов стоимость небольшая где-то полторы тысячи рублей билет можно на блаблакар добраться ну и в целом все это где жить шерегеше есть два варианта у вас либо жить на горе в отелях до подъемника там от двух минут до 10 минут пешком либо второй вариант жить в поселке от поселка до горы ехать нужно на такси ехать примерно 5 минут стоимость поездки там 150 200 рублей заходим на booking смотрим сколько стоят отели также заходим на авито и смотрим сколько по ценам сдают квартиры посуточно в поселке вон туда налево уже какой-то фрирайд начинается нам сюда нужно вот уже какие-то вопросы у меня вызывает это место постоянно тут на снегоходах катаются мужики русская русская трасса есть камешки небольшие но это ничего страшно да ну как бы вот это трасса ни о чем понятное дело это трасса соединяется с трассы сектора е вот они две соединились здесь следы от снегоходов просто раздолбанная часть трассы непонятная множество камней но зато смотрите какая красота у а я красотища вот это шерегеш и здесь трасса панорамы пересекается с трассы сектора е и здесь уже трассы панорамы ну поехали посмотрим а а а а а а возможно если трасса была бы проратрачена было бы интереснее но сейчас я вижу что она туда-сюда перекошена я я честно говоря в недоумении посмотрите на эти бугры а может быть это просто добавляет какого-то веселья но покармить вы здесь плотненько не сможете либо на дождать снегопада либо что-то еще вот еще одна трасса панорамы и она ну честно сказать она не лучше этой у нее уклон сильнее тоже она вижу с буграми я не понимаю интереса но не меня это не заводит трасса скажу честно едем вниз честно говоря трасса на панораме и подъемник для меня остались самой большой загадкой это на минуточку самый дорогой подъемник в шерегеш 300 рублей за подъем вы видели трассу меня честно говоря она не вызвала никакого интереса и возбуждения типа вау 300 рублей готов был бы и 500 отдать ну там с натяжкой 150 рублей максимум я бы смог отдать за такой проезд откуда такие ценники непонятно почему люди здесь катаются мне тоже непонятно когда здесь выпадает много снега во фрирайде довольно интересно покататься то есть его не сразу же прям весь раскатывает с точки зрения трасс такая непонятная история для меня я бы не приехал просто так сюда кататься вообще абсолютно никакого интереса нет сейчас мы двигаемся к моему одному из самых любимых подъемников место локации это сектор е и мы специально выбрали его чтобы прокатиться вечером потому что лучшие самые прекрасные закаты именно на секторе сейчас вы это сами увидите и вот мы добрались до сектора е как раз на закате этот спуск самый невероятный по сути у сектора е есть две трассы вот одна основная по которой мы поедем а вторая она уходит он туда направо сначала там пологий поворот потом резкий спуск и потом пологая пологая трасса вперед ну на любителя честно говоря даже вам показывать ее не хочется вот а основную трассу мы прям детально плотно разберем что хочу сказать по поводу фрирайда на секторе у нас получается если уехать в эту сторону там у нас леса там у нас курума довольно сложные маршруты опасные и там даже есть внизу ручей в которые многие попадают многие застревают если вы не знаете что здесь за маршруты ни разу не ездили только брать гида и ехать либо есть леса на секторе и когда ты с трассы уходишь направо и соответственно их раскатываешь кстати еще хотел сказать вон та точка это там находится у туя уже сделали опоры натянутые трасса нет кабинок то есть скорее всего там не запускают тот склон ту гору потому что по техническим каким-то процедурам ну не завершилось что-то а так бы она работала может быть следующем сезоне заработать кто знает мы наконец-то сделали маску в которой катаюсь уже третий сезон абсолютно доволен совершенно великолепный экземпляр можете приобрести по ссылочка в описании к этому видео а также друзья покупайте доступ к нашей библиотеке знаний по сноуборду где есть вся техника от самых базовых поворотов до фрирайда и карвинг есть и фристайл есть то есть для всех все есть вот там расписана техника подводящие упражнения ошибки все 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 у вас будет осознанность но уборде будете понимать свои ошибки будете знать как улучшить свое катание также по ссылочке в описании к этому видео забирайте и кайфуйте ну что погнали посмотрим как тут да довольно узкая здесь узкая ложбина что-то ребята да здесь сначала трассы было такое для новичков среднячков здесь уже трасса сужается и уклочек увеличивается закат просто великолепен здесь трасса выравнивается уклон не такой сильный аккуратнее вот здесь она уже выполаживается выполаживается посмотрите какие контур уклоны кочки то есть хотите ехать просто но проблем медленно можно ползти можно заехать на кочке и что-нибудь бомбануть а можно просто ехать и наслаждаться ехать и наслаждаться закатом как же это великолепно а здесь переход смотрите более сильный уклон можно здесь покарвить и мы спускаем с уроки и трассы кайфовые то есть напряглись покарвили здесь отдыхаем смотрим на закат смотрим на вертолет охренеть здесь уже наклон увеличивается да уже что-то посложнее интересно здесь мы опять должны собраться подразбили трассы под конец дня конечно а здесь начинается полуга интересная часть можно балдеть но главное наслаждаться закатом и видом посмотрите трасса широкая великолепная великолепная я конечно подустал под конец дня подустал под конец дня я подустал но вот вариации трассы здесь очень интересные вот сейчас была супер широкая с оптимальным уклоном для карвинга для баттера трассы она до сих пор продолжается можно пиндюривать блин посмотрите какой закат оранжевый сектор е на две части расходится но мы уже все практически внизу налево или направо поехать о я вижу сисечки пойдем к ним а сисечки великолепная ну вот тут был сильный уклон спуска и мы уже выезжаем на положняк посмотрите ребята дело здесь искусственный снег на с прям на закате сектор е волшебство ну кайф едешь наслаждаясь дым господи природа ты нечто у нас спецрепортаж я обменял сноуборд на глинтвейн и мы сейчас делаем обзор на сноуборд парк так на секторе единственный в шерегеше и неповторимый сноуборд парк ребята стараются офигенный подъемник который просто крутится курсирует нон-стопом очень быстрый единственное место где есть ночное катание это как раз таки парк в шерегеше на е секторе больше такого нигде нет освещение работает подъемник ребята врываются парк в начале сезона стоит стоит ребята катаются катаются посмотреть как много людей катаются на самом деле все набираются сил чтобы завтра здесь врываться потому что уже день заканчивается мы пьем глинтвейн вот собственно и все мы сделали просто великолепный спуск на закате по сектору е я считаю это прекрасное завершение дня трасса сектора е она интересная отличное сочетание наклона трассы ширины и разнообразности вообще углов я надеюсь вам понравился обзор шерегеше я очень старался вот все темы захватить если вам есть что добавить обязательно пишите всем будет интересно прочитать ваше мнение и ваше наблюдение относительно шерегеше я уверен что я не все рассказал конечно но я старался шлепайте лайкосик хотя бы так поддержите нас комментарий тоже поможет продвижению видоса и канала ну и до новых встреч пишите кстати на какие курорты сделать обзор давайте будем голосовать вперед спасибо и